Невозможно исполнить митву, так как необходимо ее исполнить, так как это надо. Интересно, что все-таки Решлакич на ком женился? Решлакич женился на сестре Рабио Ханана. Теперь выходит, сестра была старше Рабио Ханана, и выходит, его жена была старше Решлакича, как бы там ни было. Теперь, говорят интересную вещь. Как Хаман мог почти уничтожить еврейский народ? Почему? Чем потомком он был? Эсава. У Эсава была митва, уважение родителей, уважение папы очень сильное. Кто его победил? Эстера Малка. Почему? Потому что у нее не было родителей. И она не нарушила митву уважать родителей. Только она могла его победить. Теперь Гульмара, дальше. Рабио Ханан был выдающимся мудрецом, но его папа был очень простым евреем. И у него была сигарета всегда, но он эту сигарету не курил. Да, я ему сказал, почему? Потому что он сказал, Рахамини сказал, это был его рамен, сказал, чтобы я курил. А папа сказал, не курил. Поэтому он исполнял митву обоих, сигареты и зубав, но он ее не курил. Потом, когда папа скончался, он стал переживать, что может быть, я недостаточно уважал папу. Его ему Равин сказал, ты должен знать, что это сейчас тебе есть Рара, говорит. Ты про тебя был известный, про тебя люди говорят, что ты сделал все, что как надо. Поэтому не переживай. Ты сделал то, что нужно было сделать, больше не переживай. Ты должен продолжать жить так, как надо, а не переживать то, что уже было. Дальше говорит Мара, как надо уважать родителей. При жизни, что человек должен уважать родителей и при жизни, и даже после смерти. У нас, мы пошли в Уфас, как это правильно говорится. Здесь Мара говорит, какое выражение нужно говорить. Как? Он обязан уважать своих родителей при жизни. Папу при жизни, мама. Как? Он пришел в какое-то место. И он знает, что там его папу уважают. Он не должен сказать, сделайте, пожалуйста, это для меня. Что должен сказать? Сделайте это, пожалуйста, ради моего папы. Ради моего отца. Как говорит Мара, лоя Маркус не говорит, шальфуни бишвиль ацми. Пошлите меня, освободите меня ради меня. Тахаруни бишвиль ацми. Петтагуни бишвиль ацми. Освободите меня, пошлите меня и сделайте для меня. Кульху бишвиль аба. Он должен сказать, сделайте все это ради моего отца. Чтобы поднять еще авторитет и престиж его отца. Это то, что он говорит. Как он должен был уважать папу, когда его папа скончался? Если он говорил что-то, что говорил его отец, после смерти оса он не должен говорить, что папа так говорил. А что надо говорить? Говорит, а я умер. А что он говорит? Говорит так. Так говорил мой папа, мой отец, мой учитель, пусть я буду искуплением за его грехи. Все это он говорит в течение первых двенадцати месяцев после смерти отца. У нас так говорили. Откуда это появилось? Вот отсюда. Надо сказать, чтобы был капара своему отцу. Вопрос здесь, когда он так говорит, потом он будет страдать? И будет наказан за грехи отца или нет? Я сказал, что нет. Этим он исполняет митцву уважения родителей. Он наказан за это не будет. Микан военах. Теперь. Теперь. Мы с вами спросили вопрос такой. То в Каддиш мы сколько говорим? Мы не говорим двенадцать полных месяцев в Каддиш. Правильно? Одиннадцать. Потом пропускаем, потом дальше. Почему? Потому что Роша в Гене умер в 12 месяцев. А человек только двенадцать месяцев подряд. То он не дай бог как будто ставит печать. А как здесь двенадцать месяцев он должен говорить? Он говорит, нет. Я не говорю, чтобы мой папа не дай бог Роша. Поэтому я не говорю, Каддиш полные двенадцать месяцев. Но страдать не дай бог ради своего отца я готов полные двенадцать месяцев. Теперь. А когда двенадцать месяцев прошло. Год пошел после травы родителей. Микан военах. Он говорит, мой папа, мой учитель говорит так. Благословена будет память его для будущего мира. Чтобы он будет рада чем Проша в Голом Аббах. Теперь. Когда мудрец тоже дает урок. Там как был раньше. Он сидел. И был человек который как микрофон. Громкоговоритель. Глашатай. Хахам. Мешане шем ави вешем рабов. Когда мудрец говорит. Мой правен говорил так. Мой отец говорил так. Не говорит имя своего отца. Но переводчик. Он не меняет ни имя своего отца. Как бы наручить наенс varsity. говорит мой отец говорил так или мой пап мой равен говорил так переводчик что говорит него есть его папа был рава аши говорил так он говорит папа говорил так или равен говорю так он называет имя этого человека и не меняет продолжим на следующем месте в руках донай ролам амен